Для прослойки торта сахар и глюкозный сироп совместно с солью помещаем в сотейник и на небольшом огне медленно-средний начинаем варивать. Всегда советую новичкам сахар кристаллизовать совместно с глюкозным сиропом. Тогда у вас сахар не будет засахариваться и гореть. По времени, конечно, время займет чуть подольше. Можно прям перемешивать лопаткой либо ложкой. Помешиваем так до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Карамель стала янтарного цвета. Сейчас можно вводить сливки нагретые, горячие либо теплые, по чуть-чуть. Это очень важный момент, чтобы сахар у вас не взялся в ком. Постепенно вводим сливки и тщательно вымешиваем венчиком либо лопаткой. Делаем это очень аккуратно. Сливки, кстати, для приготовления карамели можно использовать замороженные. У нас бывает так, что есть остатки сливок, и если в длительный период времени нет заказов, то мы их замораживаем, потом используем в карамель. Предварительно просто их необходимо нагреть на плите в сотейнике до жидкого состояния. В сливке используется 33 либо 35% жирности обязательно для карамели. Если сливки меньше жирности, то есть большая вероятность, что карамель у вас будет более жидкая. После введения сливок карамель тщательно продолжаем вымешивать. После введения сливок карамель тщательно продолжаем вымешивать на медленном уже огне и увариваем до момента, пока она не станет более вязкая, плотная. Сейчас она жидкая и активно кипит. Завершаем процесс приготовления карамели. Температура 108-110 градусов. Она стала красивого карамельного цвета, густая. Даем ей немножко отдохнуть, минут 5, потом вводим охлажденное сливочное масло 82,5%, потом прибиваем блендером. Прошло 5 минут, добавляем сливочное масло охлажденное, прибиваем погружным блендером до объединения хорошо варенной карамели с жирами, чтобы масса стала однородная, гладкая. После приготовления карамель перекладываем в кондитерский мешок и убираем в холодильник на стабилизацию до полного охлаждения. После охлаждения карамель приобретает более плотную текстуру, хорошую вязкость и можно использовать для сборки торта. Также карамель можно заготавливать заранее в больших объемах и хранить в морозильной камере длительный период времени до полугода. В разморозке, как таковой, она не нуждается. Достаточно часик подержать при комнатной температуре и использовать. Можно импульсами нагреть 10-15 секунд в микроволновке и использовать прослойку торта. Продолжение следует...